Развитие внебюджетной деятельности учреждений образования, подготовка школ и детских садов к наступающему Новому году, работа комиссии по делам несовершеннолетних, все эти актуальные вопросы обсудили представители Московской администрации вместе с педагогами и руководящим составом учебных заведений. А для того, чтобы картина была ясна, наглядна и поучительна для других, выбрали для посещения два объекта. В центре внимания оказались Яслисад номер 73, а также средняя школа номер 1. Молодые учреждения образования сегодня активно развиваются. Хочется дать прежде всего оценку руководителям, которые мы в школе номер 1 и Яслисад 73, хорошую положительную оценку дать по работе, по внебюджетной деятельности, потому что они смогли нарастить объемы и увеличить за последние буквально несколько лет в разы. Что касается остальных учреждений образования, они должны сегодня, руководители, посмотреть как пример, как надо зарабатывать деньги и что можно зарабатывать деньги. С момента открытия Яслисада четыре года назад и первая школа с трехлетней истории. В их стенах произошли существенные изменения. Учреждения дошкольного образования процветают. Здесь созданы все условия для комфортного пребывания детей. Обустроены игровые классы, спальни, музыкальные и спортивные залы. Театральный уголок оборудованный по последнему слову техники пищеблок, который претерпел преобразование ввиду значительного пополнения Яслисадом детьми. И это далеко не все. Создать такой уют активно помогали родителям, педагоги. Значительную роль в деле сыграла внебюджетная деятельность. Материальные средства, за которые были приобретены необходимые для детей вещи и оборудование, заработанные посредством сдачи в аренду некоторых помещений дошкольного учреждения, а также дополнительным платным услугам. Дополнительные образовательные услуги существуют в дошкольном учреждении. Это обучение детей английскому языку, кружок ткачества. В этом году мы организовали адаптационную площадку, где родителям, молодым мамам было предложено, как адаптировать легко в детский сад и как вообще общаться с малышами. Многие мамы иногда теряются, и кризис трех лет все-таки поджидает каждую молодую маму. И была оказана такая помощь на платные услуги. Родители, в общем-то, откликались, приходили в наше дошкольное учреждение, и мы сняли проблемы адаптации. Собрано было 31 миллион благодаря дополнительным образовательным услугам. Кстати, наши родители, сотрудники и дети принимали участие в сборе металлолома, в акции в сборе макулатуры квартально. Зал у нас преподаватель хореографической школы, в аренду хореографии занимается, в определенное время приходит сюда. Больше 40 детей развивают свои способности, но родители с удовольствием присутствуют. Просторная первая школа гостеприимно раскрывает свои двери. Руководство учреждения вместе с педагогическим и ученическим коллективом делает все возможное, чтобы учебное заведение максимально располагало к обучению и приятному времяпрепровождению в перерывах между занятиями. Директор, проводя экскурсию, рассказывает о новом уголке Олимпийском. Пройти мимо не представляется возможным, а ведь каждое из приобретений требует финансовых вложений. Мы действительно зарабатываем деньги, зарабатываем оказанием платных образовательных услуг. Мы сдаем в аренду помещение, но сдаем в аренду помещение именно спортивной направленности, там, где идет работа с детьми. Мы собираем вторичное сырье. Нам оказывается безвозмездная помощь и услуги различными учреждениями, организациями, фондами, поскольку у нас учатся дети с проблемами опорно-двигательного аппарата. Зарабатываем много. За этот год, за 10 месяцев, вот с 2016 года, мы заработали, ну, где-то в районе 350, если говорить старыми деньгами, миллионов рублей. Несложно представить, как много необходимо на обеспечении и поддержании благоприятных условий для обучения. Новое дорогое оборудование первая школа требует и ухода, причем не дешевого. Как пример, современный спортивный зал, и ведь это не один из объектов, нуждающихся в контроле. Сегодня в Брестской школе обучаются 1554 человека, 15 из них дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. Учреждение активно развивается. Для реализации новых планов нужны средства. Благодаря поддержке городских и областных властей в этом году удалось создать в Брестских садах 700 дополнительных мест. Высокие показатели достигнуты в развитии внебюджетной деятельности. В сравнении с прошлым годом прибыль возросла в полтора раза. Заработные средства существенно улучшили материально-техническую базу учреждений. За счет них были произведены ремонты и закупка оборудования. Эти вопросы наравне с другими обсудили участники выездного заседания. Рассмотрим вопросы подготовки московского района к Новому году, потому что мы хотим в этом году сделать его еще ярче, привлекательнее и красивее, чтобы у нас было праздничное настроение. У нас будет установлено 9 основных елок по московскому району. Мы также привлечем все субъекты хозяйств для того, чтобы мы подсветились в хорошем понимании смысла слова, чтобы было ярко и красиво. Также будет рассмотрено третьим вопросом – это о работе комиссии по делам несовершеннолетних. Мы в этом году неплохо сработали. У нас сокращено количество преступлений несовершеннолетними детками, потому что на территории московского района более 48 тысяч детей несовершеннолетних. София Бережная, Дорт Букунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.